Качество я пускала посмотреть, только не вытягивайте его, пожалуйста. Это никелевый халцидон, хризопразный. Если вам продают хризопраз вот такого страшного цвета, ну как страшного, изумрудного цвета, это уже не хризопраз. То есть стекло, крашеный халцидон, обычный серый халцидон берут, красят. Там видно в трещинках краситель, то есть тоже можно идентифицировать. Ну по оттенку, вот у хризопраза уникальный совершенно яблочный оттенок, никель дают. То есть красители обычно не передают этот оттенок. Обычно вот такого травянистого цвета. Стекло, пластик и крашеный халцидон. Это украинский хризопраз. Так, так, так. А, лунный камень. Это вообще мое разочарование очень глубокое. Ну это стекло. Ну стекло. Да, я тебе не ожидала. А что это? Аполит. А ну... Да, что такое Аполит вообще? Оно и есть. Это что? Это стекло. Аполит это торговое название. Стекла. Да, это стекло. Да, это стекло. Я не знаю, все. Дружеско, как бы. Мне всегда так нравилось. Мне так всегда к себе тезиск. Да ты ж одна такая. Ну совсем я одна. Ты ж братки, знаешь, как всех вас дотягут. Чемпицу картинку я делала. Молодец. Как моя малая сказала. Санятия, значит, вспоминаете. Натуральный, да не, фу. Вот это ж красивая такая. Специально видели? Я людям показала вообще, как он выглядит. Нет, вот этот натуральный мне не нравится. Сейчас, вот эти маски куда-нибудь засунула. Он на Нинель, я видела. Он мне тоже. У меня я и купила другие. Да нет, он сейчас на пальце где-то сидит. На пальце где-то сидит. Это беломарин, не Адуллера. Нет, это нет. Адуллера я, походу, вообще не видела. Нет, да нет. Адуллер, он более белый такой. Я пускаю вот Адуллер. Ну, конечно, не супер-купер качество, но это швиланкийский Адуллер. Это там кабошончик крошечный. Это мне Коля Соболевский выдал для демонстрации натурального Адуллера. Значит, смотрите, вот разница Адуллера. Видите, скучения. Адуллер, в отличие от того, что под его именем продают, там другая формула. Он относится к артоклазам, да? А вот то, что продают такое трещиноватое с яркой иризацией, это плагиоглаз. Он в другой группе относится. Ну, была большая лекция, не буду сейчас это повторять. Нас сейчас интересует стекло, да? То есть, вот это вот, которое Аполитом называют, но это стекло, разницу этой иризации. Да, натуральный лунник есть у нас у кого-то? Я не понимаю. Да, он и реально на руке. Он и реально на руке может смотреть не может. Ну, вот, да, то есть, разница. Тут и на фото видно. И еще какие опасности я вам сейчас покажу. Уже лунники стали красить. Какие цвета? Значит, один цвет, крашеный. Это что? Крашеный. Я считаю, что он не видел. Вот это плагиоглаз белый, только покрашенный. Я же говорю, это они под лабрадоши. Белый марин может покрашенный. Это что дарит уже, да? И вот такое, посмотрите. О, малиновый. Да, малиновый. Ну, вот, как у тебя в колечке, только покрашенный. Вот это оно, белый плагиоглаз прокрашенный. И менее страшный вариант. Как вы думаете, что с этими сделали? Я не вижу. Малиновые какие-то они тоже. Тоже покрасили? Нет, нет. А что, подогрели? Нет? Тут не так все страшно. Подложили красную бумажку. Да! Я просто видела такую продажу. Это я кольцо с опалом как-то... Думаю, что с ним такое? Вынула камень. А там бумажечка у меня. Вот этот камень. Ювелирки купила за кучу. А право бумажек. Триндец. Да, когда-то в 0,20. Это то, что да, он может встретиться. Так, родохрозит очень выстрелил. Родохрозит натуральный. Это дорожный камень. Я стоила, там бумажечка. То есть, менее, как такой вот, ну, доступный. А с опалом, знаешь, не просто никакой кусочек стекла. И с рисуночком каким-то. А, более дорогой. Он, конечно, может быть более яркий. Посмотрите, я думаю, у многих он есть. Вот это подделка. Я, честно говоря, даже не знаю, что это. Это мне вот только что вручили. По цвету на гранит вообще похоже. И, ну, что чаще делают под видом родохрозита, продают крашеный арогонит. Вот он так же получается. Вот же, ману кондит. Крашеный арогонит. Это четыре. Крашеный кондит. Он как бы более яркий такой, да, получается? Нет. Ну, малиновый такой прямо вот, да, вырвет глаз. Ну, и подделки, конечно, из пластмассы. Вот они. Подделки из пластмассы. Родохрозита. Но он уже не будет стрелять. И еще вот, пожалуйста, крашеный арогонит. Это что вообще? Вот они думают. У меня ее подсветует гранит какой-то. Родохрозита продавали. Папец. Это твое? Нет, это мое. Обалдеть. А это натуральный, как родственная зима. Да, натуральный. Это там же и кулочек натуральный. И бусы. Бусы на ману мою похожи. Бусы ниже качества, да. Кулочек там, кстати, хорошего качества. Так, в кулечке натуральное, то что сверху неизвестно что. Понятно. А ну. Ой. Ну что же это? Нет, бусинки тут тоже неплохие. Так. И красоты наши. Суделит. Тоже, вы знаете, дорогой. Это натуральный. Да, это натуральный. Очень яркий, очень красивый камень. Естественно, он уже тоже под видом кулелита продают гональный аметист, продают серуарит. Это в лучшем случае. И какие-то страшные совершенно флейки. Вот такие тоже, из композитных. Ну, из вот этой глины или этого. Все. Суделит поддельный. Суделит поддельный. Академия. Да, балдин. Академия. Зерни на низе. Ну, хотя бы как-нибудь. Вот тоже фейк. Суделит. То есть не суделит, а непонятно что. А это что, магнит? Нет, это я проверила. Ну, что-то же, может быть, не знаю. Надо посмотреть, какие там минералы в составе. Вот натуральный в гусинах, который очень дорогой ювелирного качества. Это натура дорогого ювелирного суделита. Ну, вы же понимаете, что это не 10 долларов в мисках. Да, как поддельный продают 10 долларов за миску. Вот шарик я вам показала. Вот он в диком виде. Суделит, да. Суделит. То же самое с чароином. Он подделывает, украсят натуральный. Ну, в принципе, его узнают легко. У него шелковистый, такой вот шелковый. Шелковый. Класс. Я хочу тут узнать. Бывает, что некондиционный чароид прокрашивают уже. Но я не видела крашеные, чтобы сравнить. Не попадались мне, либо их так хорошо красят. Надо будет привести свои. У меня есть небольшие такие тоже подготовленные. Ну, вот не знаю. Сказали такую, что его же мало уже, что красят. Ну, вот не знаю я, как это определять. Не показывали, чтобы сравнивали. Ну, не сталкивалась я, чтобы сравнивали. Но это, да, это как бы, когда-то сам чароид красит. А есть же еще под чароид всякую ерунду красит. Ну, там легко определить, потому что кто держал один раз в руках чароид, то вот этот шелковый не перепутаешь. Да. И чуть не забыла, самое важное, у меня, конечно, нет в живот. Тема молдавита. Я до сих пор себе не купила молдавита. Я не знаю, что это такое. Потому что тектит, зеленый тектит. Какой-то, как ружейной. Результат падения метеорита, оплавления пород ближайших, да, это, по-моему, делал в Чехии, вон там. И красивое такое, да, образование тектит зеленый. Но масса подделок. То есть делали анализ рынка, практически все подделки, то есть без сертификатов. Я вот боюсь покупать молдавит, потому что, вы понимаете, и то стекло, и то стекло, и то стекло. То есть молдавит подделывают из бутылочного стекла. Ну вот, тоже из этой группы полезной, они там давали вехи, на что опираться, минералогичные. Да, чтобы Саша вернется наш.